Доброе утро! А в студии Утреннего Фрэша творческий коллектив Рыбинского Драматического Театра. Да, хочу вам представить, друзья, директор Рыбинского Драматического Театра Ирина Петровна Петрова, режиссер многих спектаклей Петр Гаррич Орлов и актер и главный художник театра Леонид Пантин. Здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро! Ну что, скажу все-таки эту фразу, что тот театр, который в Ярославле мы знаем наизусть практически, а вот который буквально в 80 километрах от нас не очень знаком. Поэтому давайте все-таки познакомимся и с вашим репертуаром, и с историей. Более 190 лет ведь, по-моему, театр. Да, театру 193 года. Мы открыли 193 сезон. Через 7 лет нам 200 лет. Вот это будет праздник. О, это будет большой праздник. Готовитесь? Начинаем готовиться. Вообще театр у нас очень, несмотря на возраст, очень живой и молодой. Молодая труппа театра, которая была создана, обучена в нашем театре очень сложные 90-е годы, когда совершенно никто никого не учил. Наш город нашел деньги. Замечательный того времени директор театра, народный артист России Эльнатанов Георгий Кубович возглавлял театр. И он вместе с Колотиловой, Светланой Агафоновной и Коломаком Владимировичем вот эти два курса выпустили. И благодаря, огромное им спасибо за это, благодаря им сегодня живет Рыбинский драматический театр. У режиссера, наверное, про репертуар спрашивают обычно. Вот когда я встретился с Рыбинским драматическим театром, я был поражен. Потому что я работал в маленьких городках, я руководил театрами в малых городах России. Но я совершенно неожиданно для себя открыл действительно такую потрясающую труппу. Это было просто откровение. Не в каждом академическом театре есть такая труппа. Это правда. Это вот я могу сказать как человек и со стороны, и как теперь уже человек внутри театра. Потому что сотрудничаю с этим театром уже пять лет. Поставил здесь кучу спектаклей. И каждый раз я приезжаю в Рыбинск с огромным ощущением счастья, с огромным таким предощущением какого-то творческого акта, который сейчас вот должен вот-вот случиться. И гручу, когда меня нет в городе, гручу, когда я работаю теперь в других театрах и в московских, и в каких-то других городах, и в академических тех же театрах. Я всегда актерам рассказываю, вот в Рыбинске бы я так долго бы вам не объяснял, как надо. Не секрет, что все хотят Гамлета или еще кого-то сыграть. Мы потом и у актера спросим. А вам-то тоже, наверное, ведь какие-то хочется такие постановки ставить, и чтобы это видели столицы, нет? А почему? А столицы их видят. Вот лежит у вас программка «Собачье сердце». Спектакль вошел в Глонг Лиз золотой маски в этом году. Потом вот сейчас мы второй раз едем со спектаклем «Волки и овцы», второй раз участвуем на исторической сцене Малого театра в фестивале «Островский» в доме Островского. Это редчайший случай, что второй раз пригласили один и тот же спектакль. Обычно туда попасть невозможно, они привозят порядка пяти спектаклей со всей страны, а нас вот велел художественный руководитель привезти второй раз. Мне прям становится обидно, потому что москвичи видят спектакли, а мы не видим Ярославлю. Так ведь происходит? Так приезжайте в Рыбинск. Слушайте, вы видите спектакли. Мы у вас целый год, мы показали около двухсот спектаклей в Ярославле «Белые ночи» Достоевского для школьников. Мы привозили вам «Волки и овцы» на сцене Волковского театра. Мы привозили к вам «Зойкину квартиру», мы привозили к вам «Собачье сердце». Мы у вас очень много работаем. Нас ярославская публика знает. Более того, к нам приезжают на премьеры, на наши несколько автобусов из Ярославля все время. Не хочется убежать в Москву на большие сцены? Нет, не хочется. Мне очень нравится сам по себе город Рыбинск, потому что он построен был по планам Санкт-Петербурга. То есть это очень красивый исторический центр. И вообще город живет дружной такой большой семьей. То есть вот командная эта игра, она очень дорогого стоит. Зрители нас очень сильно любят, то есть принимают всегда очень тепло и ждут каждой премьеры просто, ну как, с замиранием сердца. Вот это, наверное, счастье у нас. Это счастье. Вы знаете, я хочу сказать, что если 3% населения города ходит в театр, считается театральный город. У нас город 190 тысяч. В прошлом году нас посетило 45 тысяч. Оценивайте чужую работу актерского состава. Конечно, конечно. Конечно. Вы знаете, есть такой фестиваль, который создал Евгений Миронов, называется «Фестиваль малых городов России». Попасть туда – это уже победить, как говорит сам Миронов. Попасть к нам из 600 театров Рыбинского страны, попадая там 12-15, вы уже победители. Но если что-то еще занять на этом фестивале, это сильно круто. Мы многие еще ни разу не были. Мы уже были там 6 раз на этом фестивале. И ни разу не приехали. Какой-то подход у вас есть, чувствую, к Евгению Миронову. Да, да, да. Но там очень большая сидит такая жюри серьезная, такая комиссия серьезная. Поэтому все нас оценивают. Я хочу сказать, когда мы приехали первый раз, это было 3 года назад, в Малый театр, наши актеры просто сняли обувь. Они просто на сцене… На этой сцене, чтобы стоять, да? Да, чтобы стоять. Они просто встали на колени и целовали эту сцену. Что вы собираетесь поставить в ближайшее время? Ну, вы знаете, в театре работает много режиссеров и своих, и приезжающих. Вот сейчас приедет Геннадий Шапошников из Москвы, главный режиссер Московского театра на Покровке. Тоже лауреат «Золотой маски», массу университетских призов, титулованный человек. Вот он приедет ставить Островского «Красавца-мужчину». Вот завтра начинаются репетиции, вот. А я буду репетировать летом «Братья Карамазова», ни больше, ни меньше, Достоевского, да. Вот, поэтому планы серьезные, но плюс еще, так сказать, различные проекты в театре возникают. И комедии, и, так сказать, детские спектакли. Жизнь очень бурная, очень бурная. И мне это очень нравится, понимаете? Здесь не рассиживаются, здесь работают быстро, быстро. И, как показывает количество призов, которые имеет театр, наверное, и качественно. Тут уж, понимаете, ну не обманешь. Не убавить, не добавить. Аплодисменты наши вы заслужили сегодня точно. Безусловно, придем на и премьеры, и придем на спектакли, которые вы уже давно и с успехом показываете. Спасибо большое за ваш труд, за ваше служение. Спасибо большое вам, будем рады вас видеть.